Многовековую родственную связь братских народов не смогли разрушить политические бури начала 90-х и установившиеся с тех пор территориальные границы. Объявленный ранее на просторах интернета конкурс галерия славы Юга России и Востока Украины приобрел множество сторонников и участников. И хотя инициатива исходила от представителей Ростовской области, самыми активными оказались украинские пользователи. Повторюсь, участвовали в этом конкурсе жители Луганской области, Харьковской области, Донецкой области. И не только участвовали, но и занимали призовые места. Энциклопедический интернет-ресурс Википедия популярен во многих странах мира. Каждый из его пользователей может стать автором статей на любую тему. По условиям конкурса галерия славы, статьи должны быть посвящены истории, культуре, географии и знаменитым жителям Южного и Северокавказского федеральных округов России, а также Харьковской, Донецкой, Луганской областей Украины. Однако, как говорят организаторы, у некоторых националистически настроенных украинских политиков конкурс вызвал геополитические опасения. Вот россияне решили объединить юг России и восток Украины. Или Россия имеет претензии на восточную территорию Украины. Казалось бы, кровеческий конкурс, задача которого привлечение внимания к объектам исторического наследия, культурного наследия, к знаменитым землякам. Опасения со временем развеялись. Конкурс набирает обороты и условия его совершенствуются. Теперь, по опыту украинских коллег, российские википедисты получат вполне реальные денежные призы за лучшие статьи. Кроме того, организаторы решили сделать нестандартный шаг. Мы предлагаем теперь и россиянам, которые знают украинский язык, и украинцам, которые, уверен, знают русский язык, также принять участие в конкурсе, но уже в украинской его части, написать статьи, посвященные югу России, востоку Украины на украинском языке. Это предложение получило полное одобрение и преобразовалось в отдельную номинацию в конкурсе, который призван укрепить дружеские отношения между двумя странами. Юрий Бабенко, Юрий Санкин. Главное новости.